Привет, это Портфель Гуру. Мы рассказываем, куда инвестируют деньги самые богатые люди на планете, чтобы вы могли повторить их успех и не повторять ошибок. Информация и опыт бесценны. История богатства Рокфеллеров насчитывает полтора века. Своим состоянием семья Рокфеллеров обязана нефти. Основатель династии Джон Рокфеллер родился у небогатых людей, однако это не помешало ему стать предпринимателем. Он почувствовал коммерческий потенциал нефтяной промышленности еще на этапе ее зарождения и вложил деньги в нефтеперерабатывающий завод в Кливленде. Затем в 1870-м Джон вместе с деловыми партнерами основал компанию Standard Oil, став ее президентом и крупнейшим акционером. Впоследствии они создали в США первый крупный траст, поглотив другие нефтеперерабатывающие заводы и компании. В конце 19 века Standard Oil контролировала почти 90% нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов США. Рокфеллер стал самым богатым человеком своего времени и первым в мире миллиардером. За свою карьеру он заработал около полутора миллиардов долларов. Критики обвиняли Джона Рокфеллера в подавлении конкуренции, подкупе людей и сговоре с железнодорожными компаниями. В 1890-м Конгресс США принял антимонопольный закон. В 1911-м Верховный суд страны постановил распустить Standard Oil и огромная компания разделилась на десятки поменьше. Среди ее потомков нефтяные гиганты ExxonMobil и Chevron. Остаток жизни Джон Рокфеллер посвятил благотворительности и развитию семейного бизнеса. По данным Forbes, на конец 2020-го состояние династии Рокфеллеров оценивалось почти в 8,5 миллиардов долларов. Еще тогда на заре их обогащения у Рокфеллеров появился семейный офис, который перерос в отдельный бизнес – хедж-фонд. Рокфеллер Capital Management управляет активами других состоятельных семей и корпораций в общей сложности на 14 миллиардов долларов. Давайте посмотрим, как выглядит топовая пятерка активов фонда и посчитаем ваши деньги, если бы вы, как и Рокфеллеры, тоже инвестировали в эти акции год назад. Считать прибыль будем с учетом курса рубля и выплаченных дивидендов. В портфеле фонда Рокфеллеров почти 3 миллиона акций Microsoft – это главный актив, в который Рокфеллеры начали вкладываться с 2018-го. Про основателя IT-корпорации Билла Гейтса и его портфель у нас на YouTube-канале уже есть отдельное видео. Обязательно посмотрите и подпишитесь на наш канал, если почему-то до сих пор этого не сделали. Рассказывать долго про Microsoft смысла нет, его продуктами практически каждый из нас так или иначе пользовался хоть раз в жизни. Это операционка Windows, пакеты офисных программ Microsoft Office, игровая приставка Xbox, а также система для разработки веб-сайтов, приложений и игр Visual Studio. За прошлый год бумаги Microsoft выросли на 41%, а с начала этого года прибавили еще 6. Если бы вы вложили в акции компании год назад 100 тысяч рублей, то сейчас получили бы прибыль в 62,5 тысячи рублей. Абсолютное большинство аналитиков советуют ценные бумаги Microsoft покупать. Второй по стоимости актив хедж-фонда Рокфеллеров – Apple. Это детища Стива Джобса и его одноклассника Стива Возника. В 1984-м Apple представила первый Macintosh, а сегодня выпускает известные по всему миру ноутбуки Mac, планшеты iPad, смартфоны iPhone и другую технику, а также программное обеспечение. В августе прошлого года капитализация компаний достигла 2 триллионов долларов. За 2020-й бумаги Apple выросли почти на 81%, однако с начала этого года упали в цене на 7%. Вложенные вами 100 тысяч рублей принесли бы доход в 105 тысяч. Это с учетом курса валют и выплаченных дивидендов. Аналитики верят в потенциал компании Apple и рекомендуют ее акции покупать. Изначально Джефф Безос хотел назвать свою компанию «кадабра», но юрист отговорил его от этой идеи. Уж слишком это слово созвучно английскому «кадавер», что переводится как «труп». Особенно плохо это звучало бы по телефону. И в итоге решили остановиться на названии «Амазон» в честь самой большой реки в мире. Сначала на Amazon.com продавались только книги, но сегодня тут можно купить десятки видов товаров – от косметики до телевизоров. Ну а сам Безос занимает первую строчку в списках миллиардеров Forbes и Bloomberg с состоянием в 183 миллиарда долларов. За прошлый год бумаги Amazon подорожали на 76%, правда с начала этого года немного просели. Тем не менее, если бы год назад вы вложили в Amazon 100 тысяч рублей, сейчас были бы в плюсе почти на 58 тысяч рублей. 46 из 48 опрошенных рефинитив-аналитиков считают, что акции Amazon стоит покупать. Марк Цукерберг запустил соцсеть в 2004-м как способ онлайн-общения для студентов Гарвардского университета. Но очень быстро Facebook стал популярен в других вузах США, распространился на всю страну, а затем и вовсе вышел за ее пределы. Компании Цукерберга принадлежат WhatsApp и Instagram. Кроме того, Facebook купил стартап Oculus, который производит шлемы виртуальной реальности. За 2020 акции Facebook выросли на 33% и продолжают расти. С начала этого года они прибавили еще 7,5%. Вложенные вами 100 тысяч рублей за год принесли бы 84 тысячи дохода. Консенсус прогноз указывает на то, что акции компании Цукерберга могут еще подрасти, а потому большинство аналитиков рекомендует бумаги покупать. Замыкает наш ТОП-5 биржевой фонд, который отслеживает индекс S&P 500 и управляет бумагами крупнейших американских компаний. От вышеупомянутого Apple до Tesla. Суть такого ETF в том, что покупая его акцию, инвестор как бы вкладывается во все бумаги, которыми этот фонд владеет. То есть во все бумаги индекса S&P 500. Фонд появился в 93-м и стал первым ETF США. За 2020 бумаги ETF выросли на 16%, с начала этого поднялись еще на 5%. Если бы вы год назад вложили в биржевой фонд 100 тысяч рублей, то сейчас получили бы прибыль почти в 63 тысячи рублей, включая дивиденды. Прогнозов по фондам, как вы понимаете, аналитики не делают. Мы считали доходность вложений с марта прошлого года по марты нынешнего с учетом разницы курса валют и выплаченных дивидендов. Дивиденды платят 3 из 5 компаний. Это Microsoft, Apple и биржевой фонд S&P 500. Итоговая сумма инвестиций в полмиллиона принесла бы вам 372 тысячи рублей. В доллар доходности выше, чем в рублях. А вот если бы эти же деньги вы положили на депозит в банк, то при вот такой вот ставке получили бы всего 26 тысяч рублей. Разница очевидна. Еще больше об инвестициях можете узнать на сайте РБК. А обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить следующий инвестиционный разбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова